Хочу рассказать о проблемах, которые уже на протяжении последних полугодов. Это проблема земли, которая поднимается в Верховной Раде, так как поднимается депутатским корпусом, о том, что снять мораторий на землю и пустить ее в свободную продажу. Фактически мы, как политическая партия Батькевщина, поддерживаем позицию лидера нашего Юлия Владимира Тимошенко о том, что земля не продается. И на сегодня вы видите дебаты, которые происходят в Верховной Раде. Фактически жители Донецкой области, фермеры, люди, которые относятся категорически против продажи земли, они выезжают в Киев на акцию. Фактически их никто не финансирует за свой счет. Приезжают люди, высказывают свое мнение. И на сегодня мы видим, что процесс на какое-то время приостановился. Фактически депутаты Верховной Рады хотели провести этот вопрос буквально за день, два, три, восемь или девять поправок. А те четыре тысячи поправок, которые депутаты вносили, а другие фракции, они хотели их не учитывать. Но мы видели на той неделе, что ничего не получилось. Фактически борьба продолжается. Борьба продолжается за землю, за то, чтобы она не была продана. И знаете, тем более Донецкая область, Луганская, мы находимся на границе боевых действий. И мы очень четко это чувствуем. Потому что оккупировано у нас 7% территории нашей Украины. А если закон этот, как мы говорим, «протянут» через Верховную Раду, то будет оккупировано 72%. Вот мы убьем 67% уже 5 лет, да? А просто депутаты Верховной Рады хотят буквально своим монобольшинством принять этот закон и продать 72% земли. Политическая партия «Батькивщина». На сегодня фактически мы все депутаты райсоветов, горсоветов, депутаты ОТГН, где есть «Батькивщина», фактически мы инициировали проведение неочередных сессий, где поднимался вопрос о продаже земли. Сегодня в Селидово было заседание землицкой Минской Рады. И еще один аспект, о котором мы будем работать с теми депутатами, которые прошли в Донецкой области Верховную Раду. Мы видели, как проголосовали в первом чтении за этот законопроект, что были депутаты, ну процентов 80 депутатов проголосовали против. Ну это как бы 20 процентов, я не называю сегодня фамилии, депутаты, которые избрались как по мажоритарке, как по списку депутатов Донецкой области. И самое обидное, что два депутата от Мариуполя проголосовали за закон о том, чтобы открыть рынок земли. Фактически мы разговаривали с одним, со вторым депутатом. Будем смотреть, как они будут голосовать во втором туре. Один категорически говорит, что будут голосовать за продолжение моратория, ну а второй депутат проголосовали, он будет голосовать, скорее всего, за открытие рынка продажи земли. Также мы готовим наших сторонников аграриями со штабом, чтобы где-то пикетировали райсоветы, горсоветы, облах администрации. И на момент, когда будет приниматься закон о земле в Верховной Раде, мы фактически, ну, жители Донецкой области, кто против этого, будем консолидироваться с аграриями и будем выжать в Киев в день голосования. Вот такие вот моменты, которые мы будем поднимать для того, чтобы земля не была продана, чтобы не был снят мораторий. Продолжение следует...